Друзья, Балони Чентрали. Еду в Милан, дорогие друзья. Утро, 7 утра. Еду за сюрпризом в Милан. Потом посмотрим, какой будет сюрприз, дорогие друзья. Какой же там у нас будет сюрприз? В общем, в Милан центральный прибывает поезд, а затем беру следующий поезд и еду в аэропорт. Аэропорт Мальпенс называется. Так что, дорогие друзья, до встречи в Милане. Реджо Миле городок, дорогие друзья. Говорю тихо, потому что в поезде нельзя кричать и орать. И вообще, это только, наверное, в таких поездах регионального следования. Итальянцы очень эмоционально разговаривают. Вот как я езжу на вот этих вот стрелах, красная стрела или северная, постоянно люди молчат. Так, едем дальше, дорогие друзья. Едем на Милан. Ну, конечно же, это такие станции, видите, как неухоженные особо видно. Работы идут и так далее. Реджо Миле. Ну, где станции поездов, там всегда, мне кажется, такое везде. Милана в Чентрале, дорогие друзья. Зайдем сейчас на вокзал. Приехала я. Еду за сюрпризом, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы на центральной станции Милана. Покажу вам. Покажу вам. сейчас пойдем выйдем дорогие друзья и затем я сяду на другой поезд и поеду за своим сюрпризом дорогие друзья вот это вот выход дорогие друзья хотела вам показаться еще очень красивый вокзал дорогие друзья палку селфи с собой не взяла поэтому держу в руках надеюсь что что-то вам засниму дорогие друзья свою поездку в милану я как всегда только по вокзалах да у меня нет возможности нет возможности разъезжать вот хотел вам показать еще дорогие друзья какие элементы вокзала смотрите какой мощный вокзал дорогие друзья в милане это просто что-то я вам никогда не показывала но мне очень этого хотелось сейчас я вам это все покажу какая красота смотрите кафешки конечно пойдемте выйдем на улицу дорогие друзья показывай дорогие друзья это я вышла уже как бы на улицу сейчас мы выйдем посмотрим что там так архитектура конечно еще того периода муссолини да очень красиво дорогие друзья посмотрим как обстановочка с иностранцами ну вы знаете что я так думаю что новое правительство немножко подчистила и милан тоже вот так это все выглядит пойдемте пройдем туда есть конечно иностранцы но нас пойдем выйдем вот такой выход вот это яблоко который раз тут россии июля хотел со мной встретиться под яблоком и чемоданами куда же не было встречаться тягаться с этими чемоданами да так вот это яблоко дорогие друзья вот это здание дорогие друзья очень красивая мощная смотрите это такая площадь привокзальная с этим яблоком да сейчас вам покажу обстановку ну что есть такие друзья товарищи сидящие но в основном какие то все карабинеры вижу полиции тоже есть и вот смотрите как представлен вокзал смотрите какое сооружение конечно же красота неземная очень мощная структура дорогие друзья вот так выглядит железнодорожный вокзал милану чем трали дорогие друзья так все я отключаюсь еду за сюрпризом продолжаю ехать за сюрпризом так друзья я уже во втором поезде вот он вокзал центральный вот такая новейта это сообщение между центральным вокзалом милана и аэропортом мальпенса мне нужен терминал у ну так едем дальше дорогие друзья так вот здесь находится табло дорогие друзья которая вас выведет билетная касса здесь находится бинаре 1 2 и вот там находится значит выход на третью четвертую платформу вот там третья четвертая платформа значит выйдете вниз и там будет ваш поезд значит в милан центральный вас именно от мальпенса приведет так дорогие друзья меня тут остановили сказали что нельзя их фотографировать и нельзя их снимать но это как как всегда представители нашего бывшего советского союза остановил к сожалению товарищ был из не понравилась ему моя съемка что я вот снимаю так дорогие друзья вот идете в такой зал смотрите как красиво а что там такое красивое идете туда в зал смотрите какие статуи статуи сетте сави фауста молотте смотрите как красиво и вот выходите в эту сторону здесь наверное будут здесь то наверное будут аривы сюда прибывают самолеты проходим дальше видите написано ариве вот здесь написано ариве это значит прибытие прибытие значит вот так это все расположено так наверное нужно потенци где так поднимаетесь на еще этаж и там будут и там будут так дорогие друзья я отключусь пока я пойду посмотрю самолет вот такое вот табло дорогие друзья и вот все снимаю видите да вы угадали дорогие друзья самолет я ожидаю из Минска ожидаю сюрприз из Минска жду дорогие друзья я должен скоро самолет приземлиться из Минска мой сюрприз сегодня должен осуществиться в 12 прибывает самолет и и счастье будет мне дорогие друзья счастье при счастье я очень жду этот сюрприз потом потом увидите дорогие друзья какой какой сюрприз я ожидаю сердце трепещет это вот Алиталия проходит стюардесс вот дорогие друзья присела и жду остается остаются просто минуты считанные до приземления этого счастья надеюсь что все пройдет удачно пройдут они контроль они и жду дорогие друзья друзья что в моей сумке в сумке блогера она очень тяжелая сумка у меня вот вот этой вот марки борбон эйзи так показываю ну здесь у меня телефоны я сюда ложу у меня чехлов на телефонах нет потому что я не привыкла с чехлами их почему-то вообще иметь носить я имею все время вот такие штуки сюда меня помещается два вертикально два телефона ой мои сумки дорогие друзья вот такое счастье вы уже заметили да это счастье размер имеет смотрите двадцать пятого размера это сейчас это маки на смену это бус счастье дорогие друзья так что у меня тут еще это штука где у меня хранятся здесь бутерброды так то я уже не буду так уже особо так салфетки у меня здесь сыр пармезан и это я уже съела один бутерброд и там лежат бутербродики дорогие дружины сделанные для счастья конечно я еду в подготовленное это сумка такая она мне уже кстати староватая уже начала терять надо новую покупать это в ней перевозят я туда лед положила и в ней перевозят продукты сохраняют холод такие сумки специальные так ну что здесь еще можно покопать водичку можно найти здесь документы кошелек вот такой штуковень здесь так открывается и здесь у меня там кошелек лежит документы таблетки мои от давления так дорогие друзья это ж надо подошел ко мне человек нашей славянской национальности сказал что вы снимаете так ну что у меня там еще лежит что вот это такое так не буду признаваться какое счастье но вы уже понимаете по размеру обуви так вот такая у меня подзарядка лежит подзарядка на случай того если телефон начнет разряжаться я ее подсоединяю бумажки там у меня скутрина вижу у вас такого нету в сумках у меня все время такого полно еще какие-то таблетки вижу ладно я свой мусор все время ношу с собой то есть я нигде никогда не выбрасываю если нет мусорки я его все время на бой приношу выбрасываю дома а не удержалась дорогие друзья вот так пока не показывают что самолет приземлился из минска так зашла в зару но это было в милане на станции и купила себе штанцы такого вот цвета смотрите но этот цвет не передается он такого кирпичного цвета темного а на телефоне вижу яркий цвет так ладно дома покажу дорогие друзья я скоро выпущу фильм с покупками потому что все же шоппинг итальянские блогеры поделали в Италии скидки а я вот вам еще не показала шоппинг итальянский так все дорогие друзья до следующего включения друзья вот консервис за которым я ездила в Милан это было очень конечно сложно белорусов задержали на целый час вышли все тунисцы Израиль Киев Москва уже подоспела на самолете а белорусов через час 15 только выпустили в общем у меня чуть инфаркт не был пока я не дождалась сюрприз это мой племянничек Олешка мы его назвали в честь папы нашего покойного Олешка завлекаем чем можем там сестра уставшая говорит не показывает меня так что это вот дорогие друзья показывают только сюрприз показывает сюрприз так ну надеюсь мы удачно все таки выберемся до Болонии час езды 320 км на Красной Стреле это час езды от Милана до Болонии и там будет ждать меня муж далее же будет спит